МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Органы, костная структура и так далее, то есть все, что необходимо для принятия решения по лечению пациента. Также в этом блоке у нас будет находиться эндоскопия, это гастрокомонскопия, в том числе выполняемая под наркозом. Открытие диагностического центра – наболевший вопрос для жителей Звенигорода. Современное оборудование позволит своевременно проводить обследование и избавит горожан от необходимости выезжать за пределы города. На базе нового отделения можно выполнить исследования головы, грудной клетки, брюшной полости и сосудов. Все снимки с патологиями будут пересматриваться специалистами в Одинцове. По итогу пациент получит заключение с двумя подписями. Андрей Робертович выделил деньги на реконструкцию этого здания, потому что тут был пищевой блок. На сегодня мы с вами увидели, что это диагностический комплекс, который Звенигородцам очень важен и нужен. Очень важно для Звенигорода полноценные кабинеты эндоскопии, где будут оказываться уже помощь, скажем так, более расширенные, чем те возможности, которые были до этого. Отдельное внимание главы было направлено на способ дезинфекции медицинских приспособлений для проведения эндоскопии. Специальные мойки позволят качественно стерилизовать инвентарь без риска распространения инфекций. То есть мы берем все, что с процедурных кабинетов, сюда вот так укладываем, накрываем, и как дерьмо, мое, все обеззараживаются. Раньше все руками, потому что мы там замачивали, мы ее решили промолвать. Воспользоваться услугами диагностического центра можно как по плановой записи, так и в экстренном порядке. Еще одно преимущество – круглосуточный режим работы. Елена Краева, Виктор Николаев, телекомпания Одинцова.